Всем привет еще раз. Я немножко высохла, чуть-чуть видоизменилась, сделала губы поярче, чтобы было какое-то у нас с вами разнообразие, но вот мокрую жилетку не буду до конца снимать, потому что у меня вот этот мой топ, он совершенно насквозь мокрый. И я просто не знаю, насколько я попадаю в кадр, и я боюсь, что могу выглядеть просто как голая в нем. Давайте мы этого на этот раз избежим, и я продолжу с вами делиться своими чувствами, мыслями и всем остальным, что хотел сказать автор. Вот, и начать хочу с того, чтобы еще раз поднять тему донорства. У нас сегодня в городе была акция, которую проводил фонд «Подари жизнь», на котором я по какой-то причине испытываю уважение, то есть что-то я про этот фонд слышала хорошее. Были по всему городу расклеены объявления с приглашением прийти на это мероприятие, я, к сожалению, не смогла. Не то, чтобы проспала, я не проспала, но просто я поняла, что я не смогу выполнить все планированное на этот день, у меня был очень ответственный момент по работе. Я, кстати, очень жалею об этом. То есть я подумала, что лучше бы я все-таки напряглась и пинками бы себя туда заставила пойти. Может быть, убилась бы совсем с рабочим заданием, но тем не менее, я все-таки бы это сделала. Вот, есть масса причин для этого, ну, несколько, по крайней мере. Вот, во-первых, при сдаче крови вам проводят какой-никакой медицинский осмотр, то есть, по крайней мере, основные жизненные показатели. Ну, там, внешний вид, вас врач смотрит, давление, что-то там еще. Ну, то есть если какие-то прямо резкие проблемы, то вы об этом узнаете. Вот, хочу напомнить о том, что, или сказать тем, кто вообще не знает, повышенное давление гипертония протекает бессимптомно. Вот, то есть вы можете об этом не знать. Если вы хорошо себя чувствуете, но не факт, что у вас все в порядке. И поскольку очень многие болезни сейчас молодеют, то есть не надо думать, что если вы еще мелкая сопля, то вам ничего не грозит. Очень часто бывает, что, ну, даже я по школе помню, что было уже много одноклассников с такими серьезными проблемами, вернее, с такими болезнями, которые характерны уже для взрослых людей. То есть там 40-50 лет, а у них уже вот были такие проявления. Вот, то есть, во-первых, это абсолютно бесплатный и, некоторым образом, принудительный физикальный осмотр основных жизненных показателей. Если у вас какие-то прямо резкие проблемы, то будет выявлено. Далее, это, само собой, разумеется, естественный анализ крови. Потому что по всем правилам никто не может вашу кровь использовать для того, чтобы переливать у другим людям, без того, чтобы провести анализ, собственно говоря, этой крови. Вдруг у вас там что-то. Вот, в любом случае, это, то есть, полезно для вашего здоровья. Отбор небольшой порции крови тоже идет человеку на пользу. Если вы помните, то из литературы вы можете это помнить, из художественной, что раньше существовал такой метод лечения кровопускания. Конечно, в те века его применяли, где попало, как попало, и зачастую потому, что другого способа лечения вообще не было. Но, тем не менее, отбор небольшой порции крови, он каким-то образом способствует улучшению здоровья. То есть, там запускают какие-то процессы, что-то там интенсифицируют, что-то активируют и так далее. Существуют правила, которых следует придерживаться при отборе крови. Они в основном касаются питания и питья, то есть, там, чтобы кровь была не скученной, там, и так далее, и так далее. Вот, то есть, все меры предосторожности предпринимаются. И самое главное опасение, которое связано с донорством, это, конечно, трансмиссия, то есть, передача инфекционных агентов. Все боятся заразиться. На самом деле, вы можете это лично контролировать, что вас будут пользоваться одноразовыми медицинскими инструментами. Если это не так, вы можете это увидеть, потому что упаковку должны сказать при вас. Вот, и гораздо больше есть, к сожалению, к великому, вероятности заразиться всякими гепатитами при других обстоятельствах. Очень часто при оказании зубоврачебной помощи, то есть, в томатологических кабинетах, даже в парикмахерских, где используются, особенно для мужчин это характерно, то есть, там их же подбревают немножечко, то есть, бритвы-то используют. И вот там, невооруженным глазом видно, что стерильных инструментов-то нет. И причем, даже от статуса парикмахерской, насколько я знаю, это не зависит, от статуса зубоврачебных кабинетов, во-первых, очень мало людей знает, что это надо контролировать. Потом, ну хорошо, ты пришел, ты увидишь, что вне стерильные инструменты, хотя все, вплоть до расчесок, должны при вас вскрывать. Либо использовать одноразовые, либо вскрывать упаковку, которая показывает, что инструмент был автоклавирован, то есть, обеззаражен. Потому что мало ли каких вшей, лишаев начисали у предыдущего клиента, вы не должны все это получить в свою голову. Так что это куда как более опасные места, чем пункты сдачи крови. И понятно, что при переливании крови намного более высок шанс это получить, по какой-то халатности недосмотру и так далее, хотя эта халатность должна быть космического масштаба. Но у нас в России, в общем-то, такое, к сожалению, бывает, да, халатность космического масштаба. Но когда у вас отбирают кровь, то есть не в вас вливают, а у вас забирают, конечно, риск намного меньше. Вот, ну и препараты крови, они по-прежнему очень актуальны, очень важны, их всегда не хватает. И нет таких препаратов, которые до сих пор могли бы заменить препараты крови. Потому что, хотя наука очень далеко продвинулась, но тем не менее форменные элементы крови и очень многие белки, которые содержатся, содержатся в сыворотке крови, их заменить ничем нельзя. Поэтому донорство это очень достойно, очень почетно и очень необходимо. Вот, и мне это кажется очень такая важная, общественно-важная, общественно-полезная, достойная деятельность. И да, там существуют какие-то еще небольшие бонусы, которые могут быть для кого-то актуальны, такие как небольшая денежная компенсация. Причем, я точно не могу сказать, но я слышала, что если у вас редкая группа крови, допустим, отрицательный резус-фактор, там что-то еще, то эта компенсация может быть даже не символическая, а вполне себе внушительной. Вот таким образом можно вполне себе совместить приятное с полезным. Постоянный медицинский контроль за вашим здоровьем, ощущение того, что ты делаешь полезное дело, спасаешь чьи-то жизни, особенно если у вас редкая группа крови, которую сложно найти. И к тому же вы еще и получаете компенсацию за это денежную. Плюс для тех, у кого это актуально, два дня отпуска. Вот. Вот если вы можете предъявить этот отпуск своему шефу, я, например, не могу, потому что у меня работа дельная, то есть сколько потопаешь, сколько и полопаешь, я сама себе этот отпуск могу предъявить. Вот. Но есть люди, для которых эти два дня отпуска это круто. Так что советую вам задуматься на эту тему. И всегда, в общем, это нужно. То есть не надо ждать каких-то массовых призывов, не дай бог там каких-то катастроф или серьезных аварий, войн и так далее. Нам этого всего не нужно. Препараты крови требуются людям постоянно, в ежедневном режиме, потому что, к сожалению, есть люди, у которых есть болезни хронические, им все это надо. Есть люди, попавшие в аварии, операции, там, ну, в общем, всякое разное. Вот. Пожалуй, я, наверное, эту тему выделю в отдельное видео, чтобы просто не мешать со всякими разными другими своими мыслями и чувствами. Вот. Пойдем на этом закончу. Еще раз скажу, что очень сожалею, что все-таки сегодня не превозмогла себя, не совершила этот маленький подвиг и не пошла. Вот. В следующий раз обязательно пойду. Все. Всем пока.